Всем привет! Сегодня мы готовим рульку, а к рульке надо что? Правильно, пиво. Но не все люди пьют пиво, поэтому мы будем готовить сегодня айран. Ну айран не помешает их пиву. Для приготовления арана что нам надо? Нам надо зелень, зелень любая, которая вам нравится. Нам нравится кинза, укроп, огурец, зеленый лук, немножко сахара, соль, перец, конечно кефир. Вы можете добавлять петрушку, базилик, редис, все что хотите. Но я рекомендовал бы вот такой набор, потому что он мне нравится. Итак, готовится все очень просто. Берем зелень и начинаем ее рубить. Интересный факт. Раньше нам рассказывали, что кушать надо в зелени, в верхушке. А когда мы побывали в Грузии и стали общаться с людьми, которые там живут, прекрасные люди, кстати, они нам сказали, ну самое вкусное это вот здесь. Это чем толще, тем вкуснее. Тут же весь вкус, сок присутствует. А вот это, это уже там трава. Мы стали пробовать, и нам очень понравилось. Единственное, что надо, вот эти части как можно меньше, мельче рубить. Начинаем мелко-мелко резать. Чем мельче, тем вкуснее. Но у нас же мужская кухня, поэтому как получится, так и получится. Продолжаем резать. Итак, зелень мы порубили. Вот у нас кинза, укроп, вот у нас лук, а вот это наши огурцы. Мы примерно вот такой консистенции любим резать, но это для того, чтобы ощущать вкус. Вы можете резать его мельче, огурец, можете крупнее, кто как любит, но вот нам кажется оптимально это вот так. Итак, зелень мы порубили, начинаем засыпать. Остановить. Вот. Засыпаем, засыпаем. Итак, зелень засыпана. Стол обязательно убран. После этого начинаем засыпать. На литр кефира нам потребуется чайная ложка сахара. Соль. Соль дело тонкое. Кефир очень сильно меняет соленость продукта, поэтому надо очень осторожно сыпать соль. Мы рекомендуем насыпать соли даже с недосыпом, потому что вы не почувствуете его. И скорректировать уже после того, как айран настоит. У нас соль, вот такая баночка, нам просто понравилась эта морская соль с зеленью, особой травы какие-то. Добавляем перец. И, собственно, заливаем кефир. И даем настояться и рану. Очень важно. Смотрите, вот этот кефир достаточно жидкий, питьевой. Если вам вдруг попадется жирный кефир, который будет очень густой, вам потребуется еще кипяченая холодная вода для того, чтобы растворить кефир. Иначе у вас будет не питьевой айран, а какая-то смесь сметанообразная с зеленью. А вам же надо пить его. Видите, вот зелень размешалась. Мы можем добавить оставшийся кефир. Помешали. И, собственно, нам остается только ждать. Айран должен настояться. Мы бы рекомендовали настаивать его минут 30-40, максимум час. Для того, чтобы зелень отдала себя кефиру. Но при этом, чтобы зелень не утратила своих, скажем там, органолептических свойств и не стала какой-то кашей. То есть, оптимально до одного часа настаивается айран в холодильнике. После этого подаем к столу. И желаем всем гостям приятного аппетита. Перед подачей попробуйте его на вкус. Если вам потребуется добавить немножко сахара, соли, перца. Делайте это перед подачей. Размешайте и подавайте к столу. Всем понравится. Приятного аппетита. Продолжение следует...